вы заболели очень важно определить кто начал хозяйничать в вашем организме бактерии или вирус бактериальные и вирусные инфекции их сопровождение отличается очень серьезно какие те действия которые вы обязаны совершать для того чтобы выйти из инфекции с хорошим надежным мощным иммунитетом и чтобы эта инфекция больше не шалила в вашем организме поэтому я врач фитотерапевт диетолог борис качков подскажу вам как отличить бактериальную инфекцию от вирусной инфекции что вы должны делать каждом конкретном случае и так каждая вирусная инфекция и каждая бактериальная инфекция имеет источник имеет возбудителя то есть бактерии или вирус вы не можете определить какие бактерии вирусы находятся в окружающей вас среде их очень сложно определить очень сложно выявить что из них для вас самый опасный поэтому в принципе теоретически болеть человек может он будет болеть и каждая новая инфекция она будет вызывать заболевание важно что правильно сопроводить и оставить о ней хорошую память в виде антител тогда не она не другие ее собрать и больше вас касаться не будут каждая инфекция имеет входные ворота но если это бактериальная инфекция то есть о rz или острые респираторные заболевания входные ворота видны сразу будет это патология носа то есть будет какой-то насморк заложенность носа будет это боль в горле будет это какое-то першение в горле или там какой-то сухой кашель несущественно если у вас заболевание началось с этих признаков скорее всего что это бактериальной инфекции вирусная инфекция она заходит легко да вы можете вспомнить что несколько часов несколько дней назад на вас кто-то чихнул кашлянул и скорее всего что он наградил вас новой вирусной инфекцией а заходит тихо заходит клетки сидит там какое-то время размножается и вот когда идет вирус имени то есть выход вируса из зараженных клеток кровь здесь проявляется интоксикации ворот инфекции вы не видите что первично небольшое количество клеток заражено из каждой клетки выходят сотни вирусов вот когда они выходят в кровь с теми токсинами вот тут появляется общее недомогание то есть слабость головная боль боль в мышцах а зло повышение температуры они не специфичны неважно заболели вы вирусом гриппа вирусом пара гриппа заболели вы какой-то кишечной вирусной инфекции заболели бы вирус герпеса в вашем организме первично нет специфики есть вот такие вот проявления но о чем они говорят раз есть вируса инфекция вирус как правило много в токсина выделяет единицу времени что вы должны сделать случае бактериальной вирусной инфекции если это бактериальной инфекции вы должны пойти в поликлинику и доктор должен решить нужно вам назначать антибактериальные средства или не нужно то есть бактериальную инфекцию вы должны идти лечить в лечебное учреждение начинать оттуда то если у вас подозрение на вирусную инфекцию ваш путь не в больницу а домой все вирусные инфекции все-таки лечатся в домашних условиях ни одно инфекционное отделение не выдержит наплыва гриппозных больных в эпидемический сезон и больница тоже не выдержит до могут перепрофилировать какие-то отделения но под отделение осложнений вирусной инфекции или осложненного течения вирусной инфекции обычную инфекцию вы будете проводить в домашних условиях то есть тут первое движение понятно если доктор сказал антибиотики или без антибиотиков это на его ответственности находится если это вирусная инфекция самый лучший ваш антибиотик это та температура которую подняла злоб температура должна быть диапазоне 38 39 это оптимальная температура для для сопровождения вирусной инфекции организм при этой температуре великолепно тормозит активность тех вирусов которые попали в него он великолепно пережигает те токсины которые вирусы пока способны вырабатывать и обезвреживает их это же температура раздражает костный мозг и стимулирует выработку интерферона стимулирует выработку антител то есть это защитные ваши факторы которые берегут вас и пытаются нейтрализовать те вредные вещества которые вирус выделяет ваш организм в этом случае ваша вирусная инфекция течет оптимально то орвы и то есть острая респираторная вирусная инфекция протекает под контролем что может быть что вы можете сделать неправильно вы можете начать экономить на воде да вода это здорово лучше действительно экономить на воде но не экономить на жидкости то есть вы берете чистую хорошую воду разбавляете в ней какое-то домашнее варенье лучше всего это яблоко это вишня это абрикос самые такие распространенные источники вы развели в водичке и вот эту тепленькую водичку пьете можете использовать сок цитрусовых небольшом количестве там на стакан воды буквально чайная ложка сока лимона или там немножко сока апельсина чуть больше можно и ни в коем случае не да распространенная ошибка начинают кушать нельзя кушать если температура под 39 ваша основная еда это вот те соки как те варенье повидло который вы развели в этой воде стоит вам положить кусок мяса в пищеварительную систему блокирует на несколько часов ее а кровь становится густой в течение часа при такой температуре и вы уже начинаете рисковать шапочка не может я не у нее нет воды чтобы выводить токсины кожа не может испарять воду температура пошла вверх и вот здесь появляется осложнение а в легких у каждого человека образуется ежедневно литровая банка слизи 99 процентов которые это вода не хватает воды на образование слизи слизь становится густой блокируется какая-то часть дыхательной системы есть возможность вирусную инфекцию превратить в распространенные патологию легких которые лечатся увы на дыхательном аппарате то есть без искусной вентиляции легких вам не обойтись уже жестко отдыхать на незасажность может развиться в течение нескольких часов в случае бактериальной инфекции вы можете кушать да там температура как правило в районе 38 может с небольшим хвостиком чаще ниже чем выше вы имеете право кушать вам нужно всего-то навсего добавить к той жидкости которую вы используете регулярно всего один литр такая повышение температуры на один раз это плюс один литр жидкости в течение дня то есть вы вместо кашки едите густую кашку жидкую кашку супчик такой разведенный жиденький то есть вам нужно просто побольше жидкости и принципе все идет нормально вы не забываете о все-таки белковые продукты но красное мясо красную рыбу вы исключили потому что долго переваривается белое пожалуйста не вопрос легко перевариваются вашему организму будет еще вырабатывать антитела и бороться с этой инфекцией что важно делать на протяжении дня когда возникают осложнение осложнение возникают чаще всего когда после сна почему потому что ночью человек и не кушает и не пьет а температура есть она испаряет воду кровь становится гуще и вот тут осложнение могут быть поэтому если при бактериальной инфекции вы хотя бы один раз за ночь должны проснуться и выпить стакан какой-то жидкости там какой-то компотик тепленький выпили все прекрасно при вирусной инфекции вы обязаны пить воду пить жидкость течи каждый час очень быстро испаряется вода очень легко попасть утра на осложнение поэтому это принципиальный момент как вы можете осложнить жизнь бактериям вирусом если инфекция вирусная или бактериальная сидит в области горла легко и просто йоговская поза льва то есть можно порычать на себя любимого в зеркале можно взять любую плоскую поверхность там тарелку блюдце семейное блюдо не вопрос можно стол намазать размазываете мед или любое густое варенье без косточек и вылизываете когда вы вылизываете языком напряжение в области корня языка сюда пришла свеженькая кровь с теми самыми лейкоцитами с антителами и и активнее идет борьба с бактериями или с вирусом без разницы с кем хотите добавить вот при бактериальной инфекции можно к меду добавить какие-то антибиотики вы можете использовать сок лука чеснока сок моркови свеклы можете использовать настойку из березовых почек из почек тополя из настойку из цветов календулы несущественно что у вас есть одну каплю капнули в чайную ложку меда размазали по тарелке и вылизываете при вирусной инфекции антибиотики добавлять не стоит особенно в начальной стадии просто там нет вот эти активные вещества фитонциды лекарственных растений они не бьют вирусы они не трогают и поэтому такое расширение может быть как если вы подозреваете что вирусная инфекция сложнее бактериально да тогда возможно если нет можете использовать может нет толку особого не будет конечно но если вы хотите считаете что вам это не повредит делайте что еще важно важно важный результат важно не торопиться знаете вряд спешка нужна только при ловле блог да они быстро бегают вот при инфекциях спешки не должно быть знаете есть хорошее выражение что леченая простуда эта неделя они лечены это семь дней вроде как семь дней больше но по часам примерно одно и то же не стоит торопиться заканчивать заболевание побыстрее бежать на работу по одной простой причине температура это великолепный индикатор который показывает что в вашем организме так и есть бактерии или вирус и организм на это реагирует повышением температуры оптимально если диапазон 38 39 хуже если при бактериальной инфекции ниже 38 то есть организм слабенько с реагировал на инфекцию а при вирусной инфекции если хуже хуже если выше 39 там 39 с половиной это плохой диапазон но все равно температура не будет организм повышать температуру просто так есть бактерии вирус их нужно тормозить тормозится это все температурой она создает им непреодолимый барьер они производят токсины при повышении температуры токсины легко обезвреживаются то есть интоксикация при температуре при повышенной ниже потому что организм ее обезвреживает сбили температуру и как вы себя после этого чувствуете плохо почему потому что теперь бактерия великолепно размножается и никто не тормозил и токсины которые выработал никто не обезвреживает вот вам и плохо терпеть здорово в это неправильно потому что это путь великолепный путь в осложнение поэтому температуру сбивать не нужно более того вот эти первые пять дней инфекции активно работает интерферон и в это время обязана быть повышенная температура как только интерферон вышел нужном количестве антитела вышли инфекцию затормозили и реально через неделю или через семь дней кому как нравится человек выздоровел но выздоровел с великолепный иммунитетом если вы что-то делали неправильно температура может снизиться и вот здесь на низком иммунитете может появиться как то снится какая-то бактериальная инфекция и не существенно с чего начинали вирусная или бактериальная инфекция здесь могут вторичная уже бактериальной инфекции вот здесь если такая ситуация не дай бог произошла, да в любом случае, ваш путь в больницу ваш путь за антибиотиком, доктор должен определить какой антибиотик вам нужно назначить потому что, как правило после 7 дней, это уже осложненное течение ОРЗ или ОРВИ несущественно, там уже есть, как правило, бактериальная инфекция и очень важно ее своевременно подавить, но если вы все делали правильно, я вас уверяю, у вас не будет вот этого повышения температуры это нужно быть таким неудачливым чтобы при правильном сопровождении поймать еще какую-то новую бактерию и повторить заболевание поэтому делайте все правильно и принципиальный момент это количество жидкости, еще раз делаю на этом акцент, почему? потому что жидкость в обоих случаях, это ваш самый лучший детоксикант, потому что эта вода выводит токсины через почку, через самую мощную систему введения токсинов и очищает вашу кровь эта же вода, испаряясь через кожу позволяет вам легко и просто контролировать фактически температуру тела и эта же вода выделяясь с мокротой легких не дает ей густеть и не дает возможности вирусную, либо бактериальную инфекцию острую, респираторную, которая находится в области горла, в области носа в области придаточных пазов в трахеи спуститься в легкий и вызвать там острую дыхательную недостаточность вот этого делать не стоит поэтому делайте все правильно контролируйте правильно тогда и выход из инфекции у вас будет правильным и не стоит использовать ни в первом, ни во втором случае ни при бактериальной, ни при вирусной инфекции жаропонижающей не важно вы будете использовать синтетику или натуральные препараты будете там заварить чаекки с калинки, малинки липовый цвет, еще что-нибудь там себе заварите сбили температуру насильно кто теперь будет бороться с вашими токсинами с вашими бактериями и вирусами которые хозяйничают в вашем организме некому а вы как бы, для вас вроде как стало лучше не лучше, хуже стало не надо так шалить, не надо так делать если вам нужна будет еще какая-то информация вы можете спокойно подписаться на мой канал почти четыре сотни видео на нем можете просмотреть и другие видео на другие темы, которые вас могут заинтересовать